Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Понимаю то, что первая торговая сессия, тем более, что практически еще азиатские торги, собраться очень трудно, но все-таки нужно, поскольку в ходе этой пятидневки у нас макроэкономический фон, который будет требовать особого внимания, поскольку впереди у нас заседание ФРС, публикации процентной ставки, и что еще куда более важнее и интереснее, это заседание Банка Японии, который уже давно обещает нам изменить текущие параметры денежно-кредитной политики, порадовать, возможно, либо снижением процентных ставок по депозитам, которые применяются для коммерческих банков, либо удивить, возможно, изменением программы количественного смягчения, которые даже по самым скромным подсчетам сейчас нуждаются в дополнительном увеличении, может быть, на 10-20 триллионов йен в год. Соответственно, если это случится, вы сами прекрасно понимаете, что такой агрессивный шаг по экономическому стимулирую не может не пройти бесследно в динамике того валютного актива, который стоит за этим регионом, то есть за японской валютой. Мы следим за этим инструментом и знаем то, что даже против американского конкурента японцы очень сильно уязвимы сейчас. И, соответственно, если мы дождемся такого решения, значит давление на йену будет значительным. Обо всем, разумеется, поговорим мы конкретнее, как это делаем каждый брифинг. Сегодня не будем изменять наш привычный сценарий, поскольку мы традиционно начинаем с оценки, которая сложилась на рынке энергоресурсов. Плавно перейдем на рубль, евро, доллар, фунт против американца, доллар, иены. И сегодня я еще уделю внимание на канадца, поскольку в пятницу, как вы следили за макроэкономическим фоном, этот инструмент также отличился с очень важной статистикой, которую мы должны иметь в виду в дальнейшем трейдинге. Не забывайте о том, что сегодня в 16.30 пройдет традиционный вебинар по районный понедельник, когда мы снова обращаем внимание на основные макроэкономические релизы и события, инфоповоды, которые появились на рынке в ходе прошлой недели. Еще раз детально все разберем, посмотрим за реакцией активов и, собственно, примем решение. И сделаем выводы о том, имеет ли этот макроэкономический фон возможность продолжать резонировать в динамике активов и в ценовых позициях дальше. Поэтому с огромным удовольствием вас приглашаю и с еще большим удовольствием буду вас наблюдать. В 16.30 по московскому времени в прямом эфире, разумеется, вы можете задавать любые интересующие у вас вопросы, соответственно, тоже в режиме онлайн. Для тех, кто не сможет присутствовать на вебинаре, у нас традиционная запись будет доступна сразу после, собственно, нашего выпуска. Но уж точно она появится на канале на YouTube уже с завтрашнего утра, поэтому можете посмотреть там. И хочу воспользоваться также возможностью, чтобы еще раз призвать вас обязательно подписываться на наш канал, следить за обновлением видеоконтента, комментировать и, безусловно, ставить ваши лайки. Поскольку для нас это, ну, лично для меня главный мотиватор того, что нужно продолжать, собственно, это видеовещание и, разумеется, информирование в таком формате по всем событиям, которые на рынке происходят. Ну, а теперь давайте вернемся к нефти. Закрытие пятницы 46.11. Сейчас мы видим то, что Brent продолжает находиться под давлением. И слава богу, потому что мы ставим на ослабление этого актива уже долгое время. Хорошо, что оказались ниже полтинника. Уверенно движемся к следующей поддержке 45 долларов за баррель. Это такой легкий выпад в сторону тех скептиков, которые сомневались в том, что Brent будет в числе аутсайдеров. Я считаю то, что даже текущие уровни. Это начало коррекционного отката. Дальше мы увидим ценовые значения еще ниже. Причины. Новостные факторы. В целом ничего не меняется. Хотел бы, конечно же, поделиться какими-нибудь интересными сообщениями. Но сейчас рынок по нефти пока таким фундаментом не блещет. Но у нас закрытие месяца. Вы знаете то, что в первых числах нового месяца ОПЕК снова предлагает оценку выработки в прошлом периоде. И я думаю, что мы сможем порадоваться как медведя цифрам по поводу того, что объем производства выросли как в Ирлане, так и снова в Саудовской Аравии. Постараюсь найти статистику по актуальным цифрам производства в Нингерии, которые старательно продолжают возобновлять прежние объемы выработки. Я думаю, что вот в перспективе, ну, наверное, полугода, может быть, чуть больше, они выйдут на прежнюю планку, как минимум, в 1,8 миллиона баррелей в сутки. Растут объемы производства в Ливии. Также есть у нас еще и опасения по поводу того, что производство вырастет и в США, и в частности, почему у нас эти опасения сейчас оправданы. Да потому, что мы наблюдаем за количеством платформ буровых в рамках американской экономики. Бейкер-Хаджис хорошо снабжает нас этими цифрами. И в частности, в пятницу отчет роста количества платформ с 357 недели ранее до 371. То есть, соответственно, плюс 14 за неделю. Это при том, что цены на нефть продолжают снижаться. Выходит, что даже текущий уровень являются довольно комфортными и достаточными для поддержания определенной степени ориентабельности подобного бизнеса. Сланцевый бизнес. Ну, может быть, американцы снова умудрились выйти на новые передовые технологии, которые позволяют даже сланцевое производство вести при таких ценах. Хотя мы помним, что даже в теории считается, что 50 долларов за баррель – это вот как раз тот самый рубеж. Когда нефть сланцевое производство, если цены снижаются ниже страны, абсолютно нерентабельным. Но мы видим то, что статистика указывает на то, что количество платформ растет и тенденция сохраняется. А значит, снова сохраняется наш уклон в сторону того, что бренд будет дальше снижаться. И тем более, что подгонять его в этом направлении будет еще сильный доллар. Прогнозы Всемирного банка по спаду мировой экономики. Brexit, который является сейчас ключевым новостным генератором, собственно, новой уже реальности для мировой экономики, сулящей то, что промпроизводство будет снижаться и падать, соответственно, спрос. Европейский центральный банк в пятницу представил новый прогноз экономического роста. Ну, собственно, об этом прогнозе давайте я вам обязательно расскажу. Но когда переключимся на евро-доллар. Поэтому новостная картина у нас, уважаемые трейдеры и друзья, ничуть не меняется. Я думаю, что стоит только и запасом поддержать нашу идею по коррекции. Например, вырасти. Значит, у этого актива появится еще один серьезный драйвер, которым мы непременно воспользуемся, чтобы затащить бренд ниже 45 долларов за баррель. Соответственно, рубль 64.76. Вот он пошел, тот же самый долгожданный импульс в пользу американца, но против рубля. Рубль сдает позиции, уступает ценовые уровни своим конкурентам. И понятно, почему? Потому что российская валюта снова вспомнила про то, от чего же все-таки зависит благополучие российской экономики. От высоких цен на нефть. Сейчас высоких цен на нефть мы не видим. И я думаю, что уже, наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что текущая реальность – это новый суперцикл, который будет длиться в течение длительного периода времени и который будет указывать на то, что бренд остается, собственно, заряжен на реализацию такого медвежьего коррекционного потенциала, который мы и будем наблюдать. Достигнул ли показатель корреляции тех прежних высоких уровней, которые имели место быть некоторое время назад? Нет. Сейчас рубль в реакции несколько отстает от динамики нефти. Но то, что на прошлой неделе мы видели, как между этими активами вовсе была раскорреляция, сейчас уже не так. Рубль начинает потихоньку наверстывать, ну, в негативном плане, разумеется, для себя. И для нас это также сигнал того, что пара USD-RAT будет продолжать расти. Мы уже оттолкнулись от поддержки 62.50, преодолели 63.00, сейчас сойдем в флотную к отметке 65.00. И уверяю вас, это только начало, потому что снова на помощь приходит обычная математика, которая позволяет нам сконвертировать текущий курс рубля на текущие действительные котировки, которые показывает нефть. Поэтому, переумножая текущие цифры на актуальные курсы, получается у нас рублевая стоимость барреля нефти 2981 рубль. При том, что минимально, ключевое слово, достаточным является, как минимум, рублевый эквивалент 3300, чтобы бюджет, ну, хоть как-то сводил концы с концами. Дефицит бюджета растет, он уже больше полутора триллионов рублей. И я думаю, что не вызывает ни у кого сомнений, что только высокие цены на нефть могут помочь исправить ситуацию, либо сознательные действия со стороны российских монетарных властей по коррекции курса. И вот как раз этим центральный банк и будет, разумеется, заниматься в самое ближайшее время. Надеюсь, то, что это понимание у вас присутствует, и вы знаете, то, что дальше пара USD-RAC будет стоить 66, после этого 67, 68, может быть, заберемся и еще выше. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Ключевым событием, в частности, для евро, а может быть, даже и не только, в рамках прошлой торговой пятидневки было заседание ЕЦБ, где мы, разумеется, следили за ставкой рефинансирования, за ставкой по депозитам, которые остались без изменений. Мы говорили об этом в пятницу, повторяться не буду. Но самое важное то, что на пресс-конференции Марио Драги дал сигнал того, что ЕЦБ все-таки будет дополнительно стимулировать экономику и, возможно, в ходе ближайших заседаний. Поскольку индекс потребительских цен продолжает снижаться, мы знаем то, что этот индикатор находится в прямой зависимости от цен на нефть. Если мы уже пришли к выводу, что цены будут на нефть снижаться, значит и давление на показатель CPI будет только расти. То есть, нужно вмешиваться. Даже без Брекзита мы понимали то, что ставки, скорее всего, придется еще снизить. Но сейчас у нас есть еще один катализатор. Это выход Англии из состава Европейского Союза, который только усиливает наше представление о том, что евро будет стоить гораздо ниже против доллара. Поэтому мы с вами планомерно уже движемся к нашей следующей поддержке 1.08. Вот лихо преодолели 1.10. Я думаю, что давление будет сохраняться. Против, собственно, европейского валютного актива в пятницу сыграл отчет по индексам деловой активности Германии и Еврозоны. В пятницу у нас вообще был день индексов деловой активности целого ряда регионов. Немного по статистике. По Германии индекс просел с 54,5 до 53,7. По еврозоне с 52,8 до 51,9. Сразу после этого Европейский Центральный Банк представил неутешительный прогноз по целевому показателю по инфляции и по, соответственно, прогнозам экономического роста. Что касается инфляции. 2017 год. В лучшем случае это показатель у ДАСа достигнуть только 1,2% против цели в 2%. Даже в 2018 году и ДЦБ своими усилиями, да и в целом вся экономика валютного блока максимум, что сможет набрать, это 1,5%. То есть также далеко от 2%. Хотя вы помните, что Драги буквально за несколько месяцев до Брекзита говорил, что уже в 2017 году экономику удастся вывести на целевой показатель давления на цену. В данном случае ситуация резко изменилась. Брекзит внес свою лепту. Я думаю, что ДЦБ будет регулярно пересматривать эти прогнозы и, разумеется, в негативную сторону. Поэтому по валютному блоку у нас сохраняются слабые ожидания. Будем следить за дальнейшими отчетами. Готовимся к тому, что они будут все хуже и хуже. Барометр у нас состояния английской экономики. А учитывая влияние Англии, а в целом на весь Европейский Союз, мы понимаем то, что еврозона сейчас и Европейский Союз в целом, он дисконтирует все вот эти риски, которые случились и еще случатся в будущем, поскольку трудно еще оценить все последствия. Но мы знаем то, что евро будет терять, поскольку евро будет находиться под давлением постоянного ожидания того, что ДЦБ подключится по планам более сильного стимулирования к другим регуляторам. И, возможно, уже не на словах, а также еще и на деле. Дальше. Фунт против американцев. Сейчас актуальна инфектировка 1.3132. В пятницу мы увидели серьезное ослабление британского валютного актива. И я думаю, что если вы следили за новостным фоном, наверное, он не вызвал у вас какого-то удивления, он не стал сюрпризным, потому что новостной фонд продолжает указывать на то, что английская экономика скатывается в прямом смысле в пропасть. В частности, в пятницу вышли данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. По статистике теперь. В прошлом месяце производственный сектор 52.1, сейчас 49.1. Что касается сферы услуг, здесь еще хуже. Минимальное значение со 2009 года за 7 лет. 52.3. В позапрошлом месяце сейчас 47.4. Самое важное, что нужно усвоить из этих отчетов, цифры совершенно не нужно запоминать. Это не имеет значения. Имеет значение только рубеж 50, который отделяет восстановление от рецессии. И вот эти индикаторы оказались гораздо ниже 50, что в целом указывает на то, что экономика погружается в состояние, возможно, затяжной рецессии, что будет влиять на общие показатели ВВП. Также, разумеется, в негативном плане. Как только трейдеры увидели данные по индексам деловой активности, на фунт давление нагрузка сразу взросла, и мы практически с хаев, которые были недалеко от отметки 1.33, улетели вот к тем уровням, которые мы видим сейчас. И коррекционная динамика будет продолжаться и дальше. Тем более, что в пятницу Министерство финансов Англии, как будто бы взяв за копирку комментарии от Европейского центрального банка, сообщило о том, что в арсенале Банк Англии имеются инструменты для дополнительной поддержки. Да мы и без этого знаем то, что в рамках Англии действительно можно где разгуляться. Тем более, что Банк Англии давно не снижал процентные ставки, и сейчас они это могут сделать. Плюс ко всему, не могут расширить объем выкупа активов, либо вообще задействовать программу количественного смягчения. Поэтому я хочу вам предложить несколько сценариев на 4 августа. Либо мы наблюдаем резкое сокращение процентной ставки на 0,5%, то есть до нуля. Это первый сценарий. Либо мы наблюдаем снижение процентной ставки на 0,25% с 0,5% до 0,25% с параллельным вводом программы количественного смягчения. Либо мы наблюдаем также снижение процентной ставки на 0,25% с увеличением программы выкупа активов с 375 млрд фунтов до 400. В любом случае, любой этот шаг, простите за тавтологию, это серьезный стимул. Это тот самый инструмент, который предполагает серьезнейшую нагрузку на курс национальной валюты. Потому что все эти действия будут направлены на то, чтобы стимулировать экономику к росту. И кроме как такие вот нетрадиционные способы воздействия, по сути, сейчас английская экономика и руководство, в том числе и Карни, они просто не могут задействовать ничего больше. Это также, я думаю, не вызывает ни у кого вопросов. Поэтому мы полномерно продолжаем спекулировать на том факте, что Банк Англии проявит решительность и уже пойдет на вот эти шаги уже 4 августа. Остается ждать буквально 2 недели. Я надеюсь, что мы с вами тертые калачи в этом плане. Нам иногда приходится ждать несколько месяцев для того, чтобы реализовать наши идеи. Но сейчас ждать недолго. Поэтому фокусируемся на 4 августа. Ждем нагрузку на фунт. И я уверен, что к этому заседанию, к решению, мы сможем уверенно закрепиться ниже в потешке 1.30. Доллар японская иена сейчас скотируется на уровне 106.05. Немножко, конечно же, ну, правда, немножко, больше 200 пунктов, но все равно доллар уступил японской валюте. И мы пришли к выводу о том, что причины – это исключительно желание трейдеров зафиксировать результаты ранее открытых длинных сделок, тем более, что ралли было избыточным. Практически за 2 недели 700 пунктов. Но, конечно же, хочется положить этот лакомый кусок уже не в состоянии баланса, а не только наблюдать его в динамике экрити. Тем более, что были выходные, сейчас трейдеры возвращаются к спекуляциям на финансовых рынках. И знаете, на какую тему? На тему того, что на этой неделе японец может оказаться под серьезнейшим прессом. Победа в Верхней Палате Парламентов. Синза Абе, который будет продолжать агрессивную политику экономических стимулов для того, чтобы разогнать показатели инфляции. Курата, который является его верным соратником, будет лоббировать идеи этих экономических стимулов. Мы знаем то, что недавно, в частности, Синза Абе вместе с бывшим председателем АФРС Беном Бернанкой обсуждал возможность продолжения политики разбрасывания денег с вертолета. И, возможно, она будет продолжена уже на этой неделе. В пятницу у нас заседание Банка Японии. И здесь либо снижение процентной ставки по депозитам, еще ниже, и, соответственно, либо решение программы количественного смягчения. Как ни крути, это как раз тот самый для нас долгожданный фактор, который может стать неплохим базисом и фундаментом для того, чтобы пара USDN вот как раз сейчас развернулась, может быть, после некоторой проторговки, и двинула в район уже следующего, куда более высокого сопротивления на отметке 110 иен против доллара. Что касается американского фона, то здесь картина ничуть не меняется. Напротив, мы получаем практически каждый день какой-то дополнительный сигнал того, что все хорошо. В частности, в пятницу вышел отчет деловой активности также в производственном секторе в рамках американской экономики. Здесь рос с 51,3 до 52,9. Еще одно подтверждение. И, возможно, добавленные, может быть, 3-4% к вероятности повышения ставок в декабре. Не забываем про это, потому что это непременно случится. И, значит, USDN даже на контрасте монетарных политик США и Японии остается верным таким дуэтом валют и активов, которые продолжают двигаться к более высоким ценовым значениям. Мы должны это понимать. Поэтому не реагируем на медвежную коррекцию пока что. Если что-то изменится в пятницу, и случится, и будет реализовано не в том ключе, в котором настраиваемся мы, в понедельник я вам все расскажу, если что пересмотрим наши прогнозы и ориентиры. USDCAD 1.3138. Вы помните, наша цель 1.32. Пока что. HIGH 1.3183. 17 пунктов не дотянули до нашей цели. Но ничего, дождемся и 1.32. Тем более, что в пятницу вышли данные по инфляции. В рамках канадской экономики инфляция снизилась с 0.4 до 0.2% в месячном выражении. Годовой так и осталось на отметке 1.5. Если годовое посядие через месяц, значит у нас, точнее не у нас, а у канадских монетарных властей, будет достаточно аргументов, чтобы снова вернуть на тему разговоры о целесообразности снижения процентных ставок. Мы даже до этого не будем отказываться от идеи того, что это случится, поэтому мы и стали руководствоваться тем ожиданием, что канадская валюта окажется под давлением, а доллар будет расти. Тем более, что USDCAD сейчас подгоняет еще и растущий доллар, и снижение цен на нефть, которые как тренд продолжатся. Поэтому 1.32, я думаю, что мы даже не остановимся на этом уровне. Но сначала нам нужно превратить его из сопротивления в поддержку. Поэтому ждем, собственно, реализации этой цели. Австралийц снижается 0.7481. Новозеландская валюта против доллара 0.69.93, 190 пунктов остается до нашей цели, 0.68. И еще хочу обратить ваше внимание на пару австралийц против новозеландца. Сейчас актуальны латировки 1.0694, но здесь можно спекулировать на идее того, что австралийский регулятор будет все-таки первым по сравнению с новозеландским по снижению процентных ставок. Поэтому текущее значение, я считаю, очень привлекательным для того, чтобы долгосрочно встать в шорт и ждать, как минимум, снова возвращения к поддержке 1.05. Из важных событий сегодняшнего дня, собственно, выделить особо-то и нечего. Через час-десять выйдет индекс делового оптимизма, бизнес-настроения по ИФА в Германии. Но мы помним то, что более объективная цифра, это статистика по ЗЮ. Она уже указала на то, что промышленники держатся за голову, потому что понимают, что промышленность, соответственно, сейчас испытывает явный упадок, спрос падает, и объемы экспорта также теряют. Ну, единственное, что спасает, еще внутренний спрос в рамках еврозоны. Но я думаю, что и он также в ближайшее время покажет, что такое стопор, поскольку есть действительно вероятность того, что за стоп кран дернут, и следующие цифры, макроэкономические отчеты, будут свидетельствовать о резком сокращении потребительской активности. У нас есть инфляция, показатель индекса потребительских цен, он как раз отражает это за ним, мы, собственно, следим каждую неделю. И в час 45, но это уже не сегодня, это в переходе с понедельника на вторник, если у вас будет возможность, особенно для тех, кто ориентируется на московское время, последить за этим релизом, посмотрите по Новой Зеландии состояние торгового баланса. Я считаю то, что мы увидим резкость сокращений экспорта, и как только это произойдет, можно будет говорить о том, что даже текущий курс новозеландской валюты недостаточно, точнее, не то чтобы недостаточно, а напротив, ущербный для национальной экономики. Значит, нужно его снижать. Кодовое слово на сегодня Япония, величина бонуса 16%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Поэтому подключайтесь в прямом эфире через перископ. Соответственно, если есть возможность, в потребности задавайте вопросы. По мере собственных возможностей попробую на них ответить. И также не забывайте про наш канал на YouTube. Сегодня в 16.30, собственно, снова увидимся на вебинаре. Если есть возможность, обязательно посетите, собственно, наше очередное видео о выпуске. Я в качестве спикера. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой пятидневки. Прекрасного начала недели. Ну и, соответственно, разумеется, попутного тренда. Всего доброго. До свидания.